Ваша мама снова с вами. Короче, сейчас, наверное, время уже часов. Совсем солнце светит. Сейчас, наверное, время часов 11-12. Короче, нет у меня никакого желания жить, развиваться и, знаете, хоть как-то прогрессировать. Я всё жду. Знаете, с другой стороны, я понимаю, что ждать бессмысленно. Я прочитала сейчас стих, что если мы служим всем остальным, забыв про себя, то энергия приходит свыше. У меня так мало веры во всё это. Кажется, ну как я могу что-то делать, если у меня у самой сил нету? В общем, не знаю. Пойду. Причём я просыпаюсь каждое утро часов в 6, но мне так лень вставать. Я не вижу смысла. Зачем? Что? Почему? Короче, видео будет плаксивое. Однозначно будет плаксивое. И как-то я вот, знаете, хоть к астрологу уже иди, знаете, там. Что случилось? Почему у меня пропал настрой совсем в жизни? Какой-то прям ужасный период в жизни начался. Кажется, знаете, хочется порой, знаете, это всё бросить, чтобы, ну, утонуть уже окончательно, знаете, чтобы всё разрушилось. И типа с чистого листа начинать жизнь. С другой стороны, я смотрю, что, боже, столько людей, которые довели свою жизнь до крайней точки, и там и остались. И там и остались реально, и не смогли, и не было у них уже сил, знаете, стартануть с нуля и снова вырасти. Нет, они так и остались в таком упадническом состоянии. Кстати, когда-то я фанатела от кубиков-рубиков. У меня были и четыре, и пять, и пирамида. Да, когда-то у меня было прям много энергии, и я увлекалась какими-то очень такими забавными вещами. Короче, да, поэтому меня вот пугает довести жизнь до крайней точки, потому что можно с этой крайней точки не встать потом. Поэтому объективно, если смотреть на вещи, лучше не доводить вещи до крайней точки, а стараться как-то минимизировать ущерб, потери. И всё-таки как-то стараться жить, даже если совсем всё плохо, и жить совсем не хочется. Слушайте, прямо сейчас будет у меня тут пересвет за пересветом. Так, какую сторону крутить? Нашла. Так, пока у меня только моя одна голова в кадре, но ничего не поделаешь. Короче, я пошла гулять. Я помню, когда-то у меня уже были такие видосы, где я с вами вместе гуляла. Так, мне сказали, кошек не брать. Пишет, 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 серый мой. Поэтому мне надо как-то от них срочно убежать. Эх, час дня. Проспала до 12, ужас какой-то. Так, со мной нельзя. Вы там будете плакать, конючить. Со мной нельзя. Мне надо как-то от них... Так, кид! Чё, убежим! Бегом, 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 бегом! Главное не упасть! Обычно я хожу гулять с кошками, но если не на речку. Сейчас я пойду на речку. Бегом, бегом, бегом! Так, сейчас подобежим. Посмотрим, бежит ли кто-нибудь за мной. Никто не бежит. Она, чтобы меня сейчас тут никто не заметил. Не присоединился ко мне. Вообще, я люблю гулять с кошками. Но если не очень далеко, если на речку, они плакают. Вот это вот миу-миу-миу-миу-миу-миу-миу, но он стоп. А я хочу так примерно на часик там забуриться где-нибудь. Надо было кремом каким-нибудь намазаться. Солнце так светит. Ой, мамочки. Так. О чём лишь? Боже, там кто-то в кустах. Есть! И это жутко. Да, я вспомнила, что я с вами уже ходила когда-то гулять вот так вот. Короче, восстановим забытую традицию. У меня пизачков солнце светит. Ужас какой-то. Так. Я начала говорить с того, что есть философия, да, если падаешь, упади до самого конца. И уже со дна, с новыми силами, с новыми возможностями, пытаясь вырасти во что-то новое. И я сказала, что в принципе логично. И как бы, ну, многие так говорят, да, вот там в депрессию упади до конца. И я сказала, что мне кажется, если я упаду, то я уже не встану. И для меня это реально актуально, потому что, ну, я лично в жизни очень много видела примеров, да, когда люди упали и уже, к сожалению, не смогли встать. А с годами это делать всё сложнее. Так, куда двигать? Не знаю, буду вам показывать наши красоты природные. Ну, по-моему, вот тут вы это уже всё видели. Короче, у меня, в принципе, за домом ушёл. Ну, это не та речка. Сейчас мне надо как-то вот здесь вот пройти. Чтобы не в лужу. Та-да! Мы дошли. Вот, собственно, эту речку я и имела в виду. Сейчас подойду ближе и покажу вам. Когда-то я здесь приходила и встречала рассвет. Когда я только приехала с Владивостока, это был 18-й год. Я была вся такая охрылённая, вдохновлённая. Житьём в храме. Я реально вставала там, в общем, в 6-5 утра, в общем, встречала рассвет. Вот здесь, ну, вот там вот чуть-чуть. Очень красиво встаёт солнце и, короче, как-то прям освещается. Там можно наблюдать закат, но закат вроде бы не было приятно смотреть. А рассвет очень даже было приятно. Чувствую так прохладно. И это прям клёвое место для релаксации, для отдыха. Так, я тут решила сделать гламур! Да, короче, здесь я медитирую. Обычно тут никого нету. Ну, иногда приходит кто-нибудь, но очень часто тут вообще никого нету. Такая глушь-глушь прям. Сейчас я где-нибудь забурюсь. Я с собой даже взяла салат и чай. Короче, у меня будет сейчас завтрак. Завтрак в 2 часа дня. Вот, в общем, на тему... И как бы получается, я уже 2 или даже 3 года двигаюсь со скоростью черепашки. Понятное дело, что что-то всё равно делается. Да, что-то всё равно делается. Куда-то ты всё равно стремишься. И даже с черепашечью скоростью ты всё равно что-то делаешь. И какой-то результат, конечно же, есть. Не такой, как был, когда ты был на пике своего вдохновения. Но он всё равно есть. Вот напишите, кто что думает, когда лучше дожидаться вдохновения. И типа за один шаг сделать, знаете, план на всю жизнь. Или таки уже расслабиться. И какими-то маломальскими шагами... Маломальскими шагами двигаться, знаете, в таком замедленном режиме, что ли. Господи, слава богу, я нашла более места, где мне сесть. Так, моя экспозиция. Короче, норм, да? Не темно, не светло. Самое что печальное, что я боюсь реально, что камера шандарахнется. Ну да ладно. Так-то хочется расслабиться. А, ещё, кстати, я не знаю, как на улице записывается звук. Будем экспериментировать. Надо подтащить какую-нибудь, ну не сюда. Камень. Итак. Так, не знаю, будем ли мы тут философствовать. Или будем просто молча смотреть на природу. Сейчас я вам покажу, что у меня там. Полюбила зелёный чай с молоком. Прям моя любовь forever. Смотрите, вот такой вот вид. Так, ну, собственно, думаю, одно другому не мешает. Можно и кушать, и философствовать. Всё, докатились. Я буду устраивать мукбанки на своём канале. Так вот. Двигаться в темпе черепашки, да, в принципе, я как понимаю, когда состояние такое упадническое, прям упадническое-упадническое, то здесь выбор, наверное, не из-за того, что там быстро двигаться, а двигаться медленно или не двигаться вообще. Почему мне кажется, это актуально? Особенно на моём канале, потому что у дизайнеров многих есть такая история, что ждать вдохновения. Помните, когда-то я говорила, чтобы поднять настроение для рисования, короче, я заказываю себе всякие свечки, там, чай. Так очень плохо помогает в последнее время, но... Надежда умирает в последнее, короче, заказала себе всякие пахучки. Смотрите, с запахом кокоса, лаванды. Не знаю, у меня были палочки, я их жгла. И, ну, это реально прикольно, конечно, особенно если вы вот всякие там любите, всякий Восток, Индию и так далее. Ну, это вот, а как бы оттуда, да, вот эта вот вся история с пахучками. Не знаю, насколько, в общем, это будет прикольно. У всех разные запахи, и я пока ещё даже не знаю, какие мне нравятся, какие мне не нравятся. Кофе.